Перед вчерашними школьниками сегодня открыты все дороги. Некоторые уже сегодня получили гранты, и, как отмечают эксперты, перед ними теперь открываются многие дороги. С каждым годом, как говорят эксперты, число студентов в Алматы становится меньше. С чем это связано, выясняли наши корреспонденты. Если раньше на поступление в ВУЗ претендовали более 100 тысяч человек, то в этом году у битуриентов около 70 тысяч. При этом количество грантов останется прежним. Так что шансы у поступающих возросли. Другое дело, что студентов год от года становится меньше и меньше. Эксперты считают, причиной тому демографический спад 90-х и то, что все чаще казахстанцы предпочитают учиться за рубежом. Так, за последние 7 лет тех, кто желает грызть науки в отечественных ВУЗах, стало на 28% меньше. Заводится очень много современных иностранных технологий зарубежных, и мы даже специалисты готовим за рубежом. Потом мы создали имидж. Вот мы боролись, на что и напоролись так, что у нас за рубежом готовят, за рубежом готовят, за рубежом готовят. У нас плохо, плохо. Я думаю, кто-то здесь одновременно кто-то и постарался. Здесь десятки НПО зарубежных. Освоить практически любую специальность можно и не покидая Казахстан, уверены эксперты. Наши ВУЗы даже по мировым рейтингам мало в чем уступают зарубежным. К слову, больше всего грантов сейчас выделяется на технические и энергетические направления. Ну а будущее за новыми технологиями, где обязательно будут нужны квалифицированные сотрудники. Экономика развивается у нас, правильно? Появляются новые отрасли, новые сферы. Например, в Японии есть производство, где 70% требует высшее образование. То есть появляются технологии, требующие высшее образование. Мы строим новые предприятия, реализуем форсированные иностранные программы. Появляются новые предприятия. У всех должны быть специалисты с высшим образованием. По результатам исследований в ближайшие пять лет самыми востребованными на рынке труда будут идти специалисты, инженеры и научные работники, уверяют эксперты. И советуют абитуриентам подходить к выбору «Альма-Матер» основательно. Может быть, сегодня эта профессия актуальна, может быть, она сегодня востребована, но через пять лет уже будет перезбыток. Вот так же с профессией маркетологов. Сейчас они, да, они востребованы. Но через пять лет их настолько будет много, что уже наш рынок будет ими перенасыщен. Между тем, в Казахстане продолжается оптимизация высших учебных заведений. Так, в прошлом году объединились 15 университетов. Ожидается, что в этом году объединятся или закроются порядка 20 мелких вузов. Юлия Искевич, Осет Кундакпаев, телеканал Алматы. Субтитры создавал DimaTorzok